Привет всем любителям пива! Настало время еще одного прощального обзора. Ну как прощального, здесь скорее будет привет-пока! Сгроу за его! Потому что лично я ни разу не пробовал это пиво, да и вообще сомневаюсь, что его многие покупали. Взял чисто на обзор как-то давно и специально не стал пробовать его заранее, дабы не портить первое впечатление. Да и вообще, честно говоря, ожидания от этого пива у меня были так себе. Позже поймете почему. Но вот наконец появился инфоповод о том, что IKEA все уходит из российского рынка. Была, конечно, надежда, что они там восстановят логистические цепочки и так далее, пополнят ассортимент и снова откроют магазины. Но, к сожалению, видимо у них не получилось, не знаю, то ли по политическим, то ли по экономическим причинам. Но приняли решение они закрыться и распродать, собственно, остатки среди сотрудников и клиентов. Так что скоро у вас появится замечательная возможность купить вот эту вот всеми желанную акулу. Ну и, конечно же, к величайшему сожалению всех жен России, да и не только, наверное, иначе, где мы теперь будем покупать наши любимые баночки, скляночки и прочую домашнюю, уютную, ни хрена не нужную утварь для дома? Я знала, что-то это закончится! Зато мужская половина наверняка подумала, yes, наконец-то! И я, собственно, не исключение, потому что ежеквартально ты ездишь в IKEA за чем-нибудь, который прям вот, ну, просто вот надо, надо обязательно, необходимо нам купить. И, честно говоря, я насколько ненавижу IKEA, настолько же и восхищаюсь ею, потому что это просто на сегодняшний день эталон технологий розничных продаж. Никто там тебе ничего не продает, никто ничего не впаривает, ты даже пишешь себе список на 2000 рублей, потом выходишь в конце такой с чеком на 10. Не понял. А потом ты еще обязательно покушаешь, потому что, ну, ты ехал в самый конец города, извините, в эту IKEA. И это все, все это прописано в IKEA стандарте, настолько все там продумано до мелочей, и, честно говоря, вот меня, как человека, который работает в продажах, меня всегда это восхищало. И тут мы плавно подбираемся к философии IKEA. И если вы интересовались шведской культурой, либо смотрели какие-то тревел-блоги про Швецию, то наверняка слышали, либо видели такое слово, как лагом. И это чуть ли не самое шведское слово, которое только может существовать. Недаром саму Швецию иногда называют лагом ландед, по-моему, как-то так, что, собственно, переводится как страна лагом. Ну, а само слово переводят как оптимальные, разумные, достаточные, без излишеств. Понимаете, да, к чему я клоню? Ну, если говорить просто по-русски, можно сказать в меру. И, насколько мы знаем, да, все, что Швеция довольно небедная страна, там, один из самых высоких уровней жизни, то есть люди довольно состоятельные. Но при этом в их менталитете заложено, что никто из них не выеживается, просто говоря по-русски, не кичится своим богатством, несмотря на то, что они многое себе могут позволить. Ну, просто у них так принято. В отличие от нас, россиян, которые чуть где-то поднялись, и все, сразу боги. Я сейчас машину думаю брать, но такую попроще, рейндж-ромер думаю. И эта же самая философия как раз-таки отражается в Икеи, практически в каждом ее товаре, который отвечает запросу цена-качество, который функционален, удобен, спасибо всем дизайнерам Икеи, и доступен широкому потребителям. Но при этом вы практически не найдете в Икеи каких-то там супер-премиальных товаров. И вот, возвращаясь к моим ожиданиям от этого пива, они как раз-таки такие. Я думаю, что оно, скорее всего, неплохое, но при этом в нем нет ничего абсолютно выдающегося, и уж тем более нет ничего такого, за что можно было бы отдать 169 рублей за бутылочку. Сколько? Это обычные лагеры, которые варятся по контракту, точнее по заказу Икеи, сторонней организации, это тоже шведский производитель, который варит не только пиво, там несколько разных сортов, ну и кучу всяких безалкогольных напитков. Но это обычный лагер, и они настолько простые, и по мне, они должны быть прямо-таки выдающимися, чтобы за них можно было отдать такие деньги. А так, судя по составу, самый обычный состав, у них даже характеристики прям вот тютя в тютя одинаковые, это 4,7% алкоголя, 10,8% плотности. Поэтому, ну что же нам остается? Остается только пробовать, давайте, собственно, открывать. По всем правилам дегустации начнем мы со светленького, да, потому что начинать нужно всегда со светлых и менее крепких сортов, и переходить к более крепким и темным. Но так как у нас крепость везде одинаковая, начнем со светлого. Итак, наливаем наш бокал. Итак, довольно неплохо она выглядит, слегка мутноватая, кстати, хотя оно пиво пастеризованное, светлое, насчет фильтрации здесь ничего не пишут. Пенка зернистая, но, в принципе, неплохая, нехорошая, что соответствует средненькому евролагеру. Собственно, я даже отсюда уже чувствую, что это и пахнет как евролагер. Ну да, да, действительно, очень стандартный запах для любого светлого пива, выполненного в этом стиле. То есть это, ну, немножко солода, немножко хмеля на выходе, и такая вот, ну, присутствует некая кислиночка. Ну, ничего удивительного, абсолютно. Вот если вы возьмете Хайники, вот прям практически ничем отличаться не будет. Пробуем. И, знаете, вот здесь как раз опасения мои подтверждаются. Очень пустотелое пиво, такое несколько водянистое, хотя вкус, в принципе, неплохой, ничего отталкивающего здесь нету. Но он такой, знаете, на поверхности. То есть, ну, да, есть солодовая вот эта вот база, которая оттеняет немножечко дрожжевыми, такими, ну, может быть, даже тостовыми нюансами. Хмель, если вот прям посмаковать, то можно где-то поискать. А так, не сказал бы, что он как-то чувствуется ни на входе, ни на выходе. И послевкусие такое сухое, практически никакое, которое заставляет нас делать еще один глоток. То есть, это такое пиво из разряда Corona Extra, которое нужно брать не одну бутылочку, а прямо несколько, чтобы напиться этим пивом. Потому что вот одной такой не хватит точно. И вот, как я говорил, да, оно вроде бы неплохое, и особых претензий к нему нету, да. Хотя я бы сделал его несколько поплотнее. Хотя бы двенашечку, и уже было бы, ну, было бы вкусненько. А так, это пусто, как-то безлико. Ну, то есть, у него абсолютно нет никакого узнаваемого профиля. Ну, это обычный лагер, наверное, ближе к американскому. Потому что здесь, ну, практически нет никакой горчинки. И ничего выдающегося в этом пиве нет. Ни одной причины я не могу найти для того, чтобы прям ехать конкретно в Икею, конкретно за этим пивом. Какой-то такой вот у меня вывод. Давайте переходить к темному экземпляру. А вот темненько, уже, знаете, неплохо выглядит. Мне нравится пенка здесь побольше, чем у светлого. Она такая более тянущая, что ли. И чуть поменьше здесь зерно. И в целом оно прям, прям вот темное. И, знаете, очень напоминает и на вид, и на аромат. Очень напоминает немецкие шварцбиры. Шварцбир в переводе означает черное пиво. И, знаете, прям такая же у них ароматика интересная. То есть, за счет темного солода. Оно прям такое, немножечко специфичное. Обладает такими пряными нотками. В принципе, интересно. Интересно. Но, опять же, не знаю, что там в теле. Мне кажется, это будет так же пусто-водянисто. Давайте пробовать. Ну, а знаете, вот это уже поинтереснее. И, честно говоря, темный солод рулит. Он исправляет, что ли, ситуацию с пустотелостью, которую мы наблюдали в светлом экземпляре. И за счет этого пиво становится более сбалансированным, более насыщенным, более гладким, что ли. Такой бархатистый вкус у него несколько. Появляется вот такая жёночка небольшая во вкусе. То есть, ну, практически всё то же самое. Только вот появляется вот такая тёмная, тёмная, пряная, жёная нотка, которая и в теле пива, и в послевкусии нас тоже она не покидает. Ну, то есть, создаётся впечатление, что мы пьём нормальное, ровное пиво. И в этом плане оно мне понравилось. Хотя оно всё такое же питкое, всё такое же лёгкое. Но не лишено смысла, что ли, так скажем. И при этом оно остаётся простым. Здесь вкус абсолютно несложный. Но вот от простого тёмного пива, для тех, кто любит такое пиво, вот, в принципе, больше и не надо. Так что мне однозначно понравилось вот это тёмненькое пиво. Однако, если абстрагироваться от его цены, потому что, ну, за 50 рублей это было бы прямо-таки топовое пиво. Но за 169, извините меня, я найду варианты покруче. И уж второй раз за ним я возвращаться точно бы не стал. Чего, хотя, повторюсь, пиво, пиво, в принципе, неплохое. И, возможно, для шведов с их достатком оно вполне себе окей для повседневного использования, скажем так. Чего не скажешь о светлом пиве, оно откровенно меня разочаровало. Хотя, ну, опять же, во вкусе ничего такого отвратного и нету. Но просто оно слишком какое-то пустое, недостаточно вкусное, что ли. И я бы даже сказал, что спустись ты в ближайшую КБшечку, возьми какое-нибудь там свежее с пивоварни от Трехсосинского завода там за 40 рублей. Кайфа получишь на порядок больше, чем выпив вот это вот непонятное светлое пиво от Икеи. Вот такие вот выводы, друзья, у нас на канале. Если пробовали это пиво хоть раз в жизни, пишите свое мнение в комментариях, обязательно делитесь. Ну и, как обычно, лайки, подписки, вот это вот все. Ну и небольшой постскриптум. После обзора я решил остаточки розануть, смешать одно с другим. Давайте пробовать еще раз. Ммм, хуйта. Ммм, хуйта.